Друзья, меня зовут Максим, вы смотрите канал ЗАХВАСТЬ. Продолжаем обзор недвижимости США. Вот такая квартирка в составе комплекса. У меня неоднократно люди спрашивали, продаются ли квартиры. Вот такой вот комплекс. И получается, что целая секция продается. Зайдем внутрь и очень бегло пробежимся. Значит, первый этаж, лестница на второй этаж. К сожалению, не везде, все лампочки горят. Значит, первый санузел. Комнатка для хлама. Кухня. Здесь, к сожалению, что-то... А, свет есть. Отлично, разобрались со светом. Плита, холодильник огромный. Это остается от предыдущих владельцев. Холодильник даже с ледогенератором. Посудомоечка. Печка, правда, бедопотопная. Такая же, как и раритетная микроволновка. Ну, в принципе говоря, вот что есть. Еще одна такая вот кладовочка. Большая зала здесь. Обеденная всяческая. И выход сюда... Так. Может, здесь нажать кнопочку? Вот. Такое здесь помещение. И сюда получается выход в гараж. Тут не видно. Здесь в гараже место аж на целых две машины. Огромные. То есть здесь такой огромный гараж получается. И дальше выезд. А здесь под навесником, то есть, можно всякий хлам положить. И все прочее. Бегло идем дальше. Закрываемся. Значит, нижний этаж. Нижний этаж. Бэйсмент. Самое интересное. Скорее всего, здесь была бильярдная. И место для увеселения. Вот. Красный такой ковролин. Вход в технологическую комнату. Здесь всякие разные топительные устройства. Ни хрена не видно. Здесь же располагается стиралка и сушка. Ничего не видно. Даже сейчас не буду искать, где находится выключатель. Непринципиально. Ну, чтобы было понятно. Вот такая вот огромная комната. Сейчас отойду. Просто гигантская. То есть, здесь можно просто сделать пати-рум. Огромный пати-рум можно сделать. Так, идем наверх. Возвращаемся. Это как бы вот пока нежилые помещения. Так. Та-та. Та-та-та-та-та-та. Ну и, наконец, самое интересное, это второй этаж. Ох. Так. Сразу при входе. Первая комнатка. Маленькая спальня. Окошки выходят. Правда, на крыше дома. Идем дальше. Вторая спальня. О, сюда окошки выходят хорошо. О, с подсветкой даже. Так, идем далее. Так. О, санузел. Ура. Наконец-то полноценный санузел. С ванной. Большой. А то обычно у американцев ванна Маламет. Здесь достаточно большая ванна. Гуд сайз. Гуд сайз, конечно. Сантехника индикурная. Ну, тем не менее, в хорошем состоянии. Плюс-минус. Идем дальше. Это шикарный совершенно мастер-бэннер. Ну, смотри, два комната с этими дверями. И еще... Между комнатой шкафчик. То есть, вот этот вот шкаф, да. Один и второй, да. И второй. Посмотри на третий. Третий? Еще третий есть. Так, ну и заходим, наконец-то. Это у нас ванна. Вторая. Вот. И огромная-огромная спальня. С четырьмя окнами. Учитывая расположение, значит, у нас... Это у нас получается, что это? Это у нас запад, да? Западная часть. Мне кажется, на запад все будет. Да. Да. То есть, здесь будут закаты красивые. Красивые закаты. Вот. Обои, конечно, мрак и ужас, но... Да. Ну, размер-то то. Размеры не может не впечатлять. Просто размер... Да, размер... Просто... А какой вообще площадь всего этого? Ну, я посмотрю. Я тебе говорю, что это... Мы даже не планируем смотреть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Десять шагов в длину приблизительно. И раз, два, три, четыре. В ширину... Не, такой приличный сайт вообще. Сайт приличный. Сайт приличный. Первый раз вижу зеркальные эти. В Верите? В Америке. Мне казалось, что они здесь не любят ставить такие. У меня тоже такие зеркальные. Да? То есть, эти американцы ставят такие, да? Да. Ну, нормальные здесь, по-моему, тоже зеркальные, да? Во втором. Для увеличения объема. Объема. Можно сейчас смотреть, когда уходишь из дома. Вообще, в принципе, объем увеличивать. Если зеркало ставить, то визуально объем увеличивается. Ну, и вот здесь... Смотришь, там получается такой ченнел. Ну, да. Это страшновато вообще. Да. Можно уйти туда, в космос. Отходим назад. Все. Значит, посмотрели, да. Замечательное качество. Для этой цены это без... Ну, цена какая? Гросите в цену. 99, 40. Ну, быстро кстал. Ну, это не важно. Они уже 46 дней на рынке. Они, значит, готовы принять уже хорошее предложение. 46 дней – это плохо или хорошо? То есть, недавно уже стоят, да? Да, давно. И нет желающих? Ну, очевидно, не было таких, которые предложили достаточно. Понятно. Это они готовы к хорошему предложению? То есть, опустить цену еще чуть-чуть, я так понимаю? Чуть, а много надо. Много – это сколько? Нет. Можно делать так. Ситуация такая. Смотришь, как такие пропции стоят на рынке. Так. Нижнюю границу. Так. Отнимаешь стоимость, соответственно, переделки. Вот, прилично. То есть, это будет, ну, тысяча, наверное, 15. Ну, вон, такая определенная здесь. Были собаки, судя по всему. А? Судя по запаху, собаки здесь были. Да, собаки здесь были. Ну, они тебе пейнтер, он тебе просто силы в полиуретан. Ты не знаешь, как наш дом пах. У нас тут пропах, как кошка, у них совершенно. Он все сил полиуретаном и покрасил их. Как много. Еще, видишь, это для банок. И для бутылок. Ну, бутылок, да. Бутылки повыше. Там бутылки наверху внизу банки. Ну, конечно. Это надо менять эти двери. Это тоже дешево стоить у нас двери. Или покрасить просто. Покрасить просто хорошо, блядь. О, е-попа. Прямо антиквариат. Сменишь, сменишь. Антиквариат. Антиквариат. На все надо смениться. Как сказать, на всякого есть цена. Да, я понимаю, да. Ну, и сколько, думаешь, можно сбавить так свои чувствительные? Не знаю, тебе нужно, нам нужно тебя опровить для фаленсов. Я понял. Я понял. Ну, для начала, извините, покажи вот этот размер. Вот это уже кое-что. Это уже разговор уже не мальчику, но девочке. Вот. Уже серьезно уже о чем-то. А то прям показываете какие-то. Что у вас огороды не будут? Господи, я переживу без посадки картошки. Переживу как-нибудь. Так давайте выключим все. А, нет. А, нет. Закрыл, закрыл, проверил. Здесь закрыли, да? Да. Все на выход с вещами. Еще раз брошу взгляд на этот комплекс. Вот здесь прямо огороженная такая территория. Большое такое поле, где дети могут резвиться. Шикарный, просто шикарный, как мягкий ковер, газон, по которому можно бегать. Ёйка, вот такая голубая. Вон еще две ёйки, даже три. Вот. Три ёлки, или сколько, четыре. Это круто. Вот. Это загончик, который я показывал, где можно со столиком сидеть, наверное. Вот. Плохо, что нет своего бэкьярда. Но это получается как квартира такая, то есть. Неналебного здесь можно, наверное, посадить. Вот здесь можно, в принципе, отмироника части, вот это принадлежит тебе. Вот здесь можно посадить помидоры, но все, кто будет здесь ходить, они будут... Ну, нахрена же мне помидоры-то. Я хочу поставить барбетюшницу, чтобы шашлык жарить. Пойдемте вот здесь поставить. Ну, здесь вот на этом. Помидоры, это самое последнее, что я думаю. Вот здесь вот, вот твое барбетюшницу. Да, ну и хорошо. Поставлю там барбетюшницу, чтобы жарить. Вот, а дам, ты просто можешь поставить. Шашлык, маслык. В принципе, я думаю, что чайный лук не может тебе. Спросите. Если человек приходит в эту сторону, потому что они не хотят ходить. Гараж хороший, на две машины. Прям вот. Да, да, замечательно. Если же открыть, вы не можете, можно открыть там звать. Изнутри, я зашел туда, он открыт. Открыт, да? Да, он там не стал заходить. Внутри. Я заглянул туда, но там нет освещения, не хотел, чтобы там париться. Гараж хороший, да. Гараж хороший, да. Еще гостевой паркинг здесь, то есть, кто приезжает. А у них тут еще нет фитнеса своего, случайно? Нет. А вот это что такое, какая-то стройплощадка? Это, наверное, какая-нибудь баскетбольная площадка. Приват-проперти, ноутрис пассинг. Слушает бассейн, кстати. О, если не бассейн, о, окей, да, есть правила, они поэтому там дорого строят месяц, потому что здесь бассейн. Еще бассейн. Все, замечательно, я забыла. Какая-то свыгенька. О, жили. Да, то есть, получается, что уже ценник, который платится ежемесячный. Платится за бассейн. За бассейн. Ну, зимой-то я не могу купаться. Не, если я плачу, пусть заливают, буду купаться. По хрену. Уплощено? Это ты разберешь с вами холмом. Нет уж, если уплощено, значит купаемся. Чисто по-нашинскому, по-бразильски. Ну, вот такие замечательные апартаменты, да. Ты можешь здесь поставить футбонги, загорать, не то есть, я не запущу, значит, это общие граны. Ага, ну, хорошо. Это очень даже хорошие единицы, здесь все прям. Ну, значит, это что получается, если я вай-фай проведу себе, утром вышел с ноутбуком и работаешь на улице, а себе. Потому что, как бы, никто не будет здесь на твоем месте. Нависайте. Во-принципе. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok